всем привет дамы и господа еду я на учебу 3 часа уже еду ну как 3 часа еду почти 2.40 еду и сейчас минут через 15 надеюсь приеду и решил с вами немножко поговорить я люблю с вами разговаривать блин прохладно и не прохладно жарко окошко лучше закрою я думаю в любом случае еду кому-то будет скучно нечего делать ну пускай я какую-то ерунду говорю все равно может быть интересно будет посмотреть причем вот эти вот три часа кажутся так долго надо ехать хотя по сути в москве когда живешь в больших каких-то городах там по пробках из какого-нибудь бутова например в красногорск по-моему красногорск на другом конце города те же самые два с половиной часа ехать но если еще по пробкам и кажется вполне быстро и нормально а тут два с половиной часа еду и как-то так не поездишь каждый день последний день отпуска отпуск пролетел как-то бах и все вообще ничем не занимался хотел заниматься и кое-какими своими делами даже там с пацанами договорился но блин нифига не получилось ну и то чтобы из-за чего-то просто у меня говорил у сына были процедуры как раз вот две недели ровненько отпуск и две недели каждый день у сына процедуры днем по три часа и в итоге я ни с утра никуда не успевал съездить и вечером тоже как-то приезжаешь четыре часа как будто после работы уже как-то влом когда эти кто-то звонит алё да 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 ладно ладно хорошо обязательно заеду шесть шесть горизонтальных форматов куплю ладно 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 хорошо все хорошо и Ладно, ладно, хорошо Все Куплю уже папку Ладно Все, все, хорошо Ладно, все, пока Вот для контрольных работ нужны всякие эти форматы чертить Надо купить, сказал Ну сейчас заеду, еще куплю, потому что в Ижевске заходил, два магазина не было там Ну вот Я все время как бы морально сам себе говорю Потому что в принципе в большом городе это как бы обычное дело куда-то ехать вот так вот Часа три А тут как-то напрягает Отпуск прошел Хорошо, единственное, конечно, я то, что вот у сына возил на процедуры Вроде уже не зря хорошее и милое дело сделал И то, что с пацанами съездил в лес Уже тоже круто А потому что сейчас все тает прямо вообще быстро, быстро все тает И уже вот в эти выходные так бы сходить не удалось Уже была бы грязь, сырость Короче, байда Внедрялся вчера в электротехнику Потому что вот учусь Куча предметов перезачетом Ну не куча, но есть такие предметы Математика, английский, там, философия Все это перезачетом с диплома Вот сейчас как раз поехал У меня по идее сессия сейчас И вместо двух недель нормальных я еду на один день Ну я надеюсь, что успею всех оббежать Сделал вчера контрольную по электротехнике Ну не сделал Как бы я формулу-то все прописал Ну это же физика та же самая То есть формулу я прописал А вариант не знаю, цифры не знал, какие подставить Сейчас приеду, спрошу, какой вариант Ну посмотрю по зачетке Мне тут выдадут зачетку, выдадут студень И там по номеру студни и зачетки Уже я смогу посмотреть, какой у меня вариант И все быстренько прочерчу, пролил Так прикольно, что внедряешься Все равно мозги как бы освежаются Причесончик у меня, как у Ромштайна Ну блин, что-то напрягает, надо сбрить Я хотел до улетая отрастить волосы Чтобы на улетай поехать волосатым парнем Но что-то как-то меня напрягает Вообще каждый раз я когда думаю отрастить волосы Отращиваю, отращиваю, отращиваю А потом они так меня уже напрягают и бесят И непонятно что с ними делать и как уложить Стрягусь на лысо Потом опять думаю, надо бы волосы отрастить Вот такая байда Еду, размышляю о том, о всем Ромштайном слушаю Все-таки музыка, она как-то добавляет смысла Вот вроде просто едешь, думаешь как-то куда-сюда А когда едешь под музыку У тебя как будто смысл твоих действий появляется Более осмысленные какие-то такие О всяких разных таких Вообще о чем попало думал, хотел с вами поговорить об этом Но когда я вот разговариваю И как-то перескакиваю мыслями с одного на другое И пропадает логичность текста Вот такая байда Планшет свой носил, я делал на него обзор Asus Memo Pad Короче, Asus'ы не берите, Asus'ы вообще по идее говно В принципе нормальные, вот по всяким характеристикам Но ломается очень быстро У них гнездо, микро-USB, зарядное гнездо Я уже паял, ролик снимал Вот сейчас я к другу ходил тоже Потом сам перепаял, все равно не заряжает Научился паять, купил китайский паяльник за 390 Все, вот намертво припаял Нифига, понес в ремонт Опять не перепаяли там Ну, я подумал, может быть то, что я старое гнездо припаял Купил новое Все мне перепаяли за 300 рублей Но оказалось, что все равно не работает Что-то там с процессором Хотя, ничего с ним не делал Все должно было быть как новенькое Короче, плюнул, наверное, возьму iPad Правда, жаба душится Новый брать, ну не новый, там, 1016 А старенький брать как-то, не знаю, опасно То, что купишь старое говно Не будет работа, там, аккумулятор или еще что-нибудь Короче, как обычно, все эти проблемы выбора На самом деле надо так сделать Купил и забыл Вот, еду без музыки, сразу смысл пропал Ехал, слушал туда аудиокнижки Про Мандрагору послушал Такое, вроде, у всех на слуху название растения Мандрагора Кори Мандрагоры, там, настойка из Мандрагоры А на самом деле это произведение Такой сатиристический рассказ Макеавели По-моему, напиток Мандрагоры, что ли называется Или настойка из Мандрагоры, или кори Мандрагоры Так, интересно послушать Он, как бы, немного объясняет Поведение замужней женщины, что ли Ну, интересно, интересно Он что-то дает Он что-то дает, какое-то некоторое понимание Вот, въезжаю в свой район Райончик своего городка Должна начаться более-менее нормальная дорога А так, вообще, полезно ехать куда-то Одному, я столько всего передумал, столько всяких мыслей Про жизнь, я тоже хотел, может быть, отдельным видосом запилить Что у меня давно уже присутствует такое стойкое ощущение Что мы, как, не знаю На какой-то процедуре, что ли, на каком-то Либо как, не космонавты, а как какие-то эти Вот вся наша жизнь, это на самом деле прыжок Из утробы в могилу Как быстро вскакивающие Мне все время представляются почему-то люди На каком-то таком грязном, осеннем, весеннем поле Перерытом Которые выскакивают из земли В оранжевых костюмах Но почему-то расстегнутые И вот они бегут, пробегают несколько метров Застегиваются в эти оранжевые костюмы С капюшоном, как бенезоны такие Застегиваются прямо с головой, с лицом Немного сворачиваются, прыгают В вырытые уже ямы Ложатся Застегиваются до конца Кладут руки по швам И их, ну как бы, их земля их закапывает Это какой-то промежуточный этап На пути, на пути каком-то Какая-то реально процедура в жизни На пути Вот есть такой путь, где ты летишь, может быть, в космосе Может еще в чем-то В каком-то пространстве летишь Тебя, может быть, колбасит там Бах ты, а чуть оказываешься здесь, на земле Вылазишь голый Там что-то пищишь Ничего не понимаешь Таким скользким получервяком красным По сторонам поглядываешь Вот этими вот еле разлепившими глазами Томбах, растешь, растешь И это так быстро, так стремительно происходит Прямо брррр Меняющийся червяк такой Там напяливаешь на себя этот На свой приклеющий организм Напяливаешь этот оранжевый комбинезон Застегиваешься с лицом полностью Быстро бежишь, ложишься В эту яму и тебя закидывают И ты полетел дальше Немного прокачанный О чем-то подумавший Интересно О, кстати, хочу передать привет Александру Шпаку Я думаю, вряд ли он будет меня смотреть Ну, в общем, такой интересный чувак Я помню Михаил Кокляев снял с ним сюжет И так вроде сюжетный сюжет С каким-то фриком Но когда я это смотрел до конца Когда я послушал, как он разговаривает Его мысли Мне почему-то захотелось, чтобы у него был канал И побольше слушать о том Как он рассуждает Хоть его мысли, там еще что-то Может быть, это немного наигранно Немного бывает как-то То ли пафосно, то ли еще как-то Ну, своеобразно Но когда он завел свой канал Я был рад Сразу написал ему письмо Что, блин, я очень рад Поздравляю с открытием Желаю удачи, успехов Всего так того И вот буквально вчера Получил неожиданно ответ Это прошло, не знаю, довольно много времени Я задал ему один вопрос А это какие книги он бы посоветовал Может быть, три, может быть, пять Любимых книг Которые он бы посоветовал Даже не мне А самому себе Когда-то давно В голодности Или Ну, когда-то давно На своем пути А он ничего не посоветовал Он сказал, что Только живое общение Общение с настоящими людьми Что он очень давно Ничего не читал В любом случае у него Ну, я считаю его таким Очень умным Размышляющим человеком Спасибо ему за ответ Я думаю, что сейчас реально В наше время Люди читают все меньше и меньше Но больше и больше Смотрят различные блоги Всяких ютуберов Слушают чужие мысли А чужие мысли Это не что иное Как плод собственных размышлений На основе прочтенных книг На основе Услышанных Чужих мыслей На основе своих Каких-то событий Переживаний И даже книги Это тоже Ведь чьи-то мысли Это то, как умный человек Что-то узнал И переработал В своей голове Книги в настоящее время Живут все меньше и меньше Потому что книги Это вот эти блоги Они, может быть, Не так ценны Потому что люди Меньше думали О том Когда их писали Но эти книги Тоже бывают разные Бывает, читаешь книгу И понимаешь Блин, тут столько всего Тут столько мыслей Столько переживаний Столько Блин, это Огромные-огромные Человеческие мысли Переживания Человеческий опыт А бывает, читаешь книгу И понимаешь Что это просто Просто фантазия И жизненный опыт Какой-то такой Быстрый Вот Хемингуэя Я сейчас считаю Ну, по сути Это блог Эрнест Хемингуэй Это просто блог Он крутой блогер Я В некоторые моменты Просто Ну, как бы Восторгаюсь им, да Но это просто блогер Который рассказывает О своей жизни О своих путешествиях Ага Получается Я Тот же самый Хемингуэй И каждый из вас Вот у меня Друг Причем такой По ютубу Я остался Пилить видос Он подписался Подписался давно И часто Мы переписываемся Он пишет там Свои какие-то мысли Еще что-то И он запилил Уже получается Второй видос На своем канале Я поддерживаю его Олег Есенин Кто увидит Такой канал Подписывайтесь Подписывайтесь Вообще На любые каналы Потому что Каждый канал Это 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 свой Эрнест Хемингуэй Который хочет Развиться Который хочет Помогите человеку Стать лучше Стать сильнее Размышлять Размышлять о жизни О своей жизни О чужой Даже сейчас Я просто еду И что-то думаю Говорю с вами И это уже прокачивает меня И прокачивает Каждого из вас Блин Жизнь вообще Интересная штука Я еще подумал Что все мы Мы просто орем В лесу И ой Я подъезжаю К своему городку Я вижу Большое здание Комбикормового завода Я постоянно Я давно Уже лет 17 Путешествую По другим городам И каждый раз Как я подъезжаю К своему городу Сейчас уже может быть Это меньше осталось Сейчас у меня ощущение Что я просто живу В каком-то большом-большом городе И все города Куда я могу доехать Это все тот же город С теми же людьми И все мы живем Где-то вместе Просто станции Метрополитена Станции Автобусных остановок Они разнесены Парки Очень большие Между городами А так Это все один город Но все равно Когда я подъезжаю К своему городу Я вижу Вот Это здание Комбикормового завода Как-то Не знаю Как будто Флаг поднимается Над горизонтом Флаг моего дома Флаг моих воспоминаний Флаг моего детства Моего штаба Еще про одиночество Хотел сказать Даже если Я буду совсем одинок Даже если каждый из вас Будет совсем одинок Ты всегда сможешь Взять камеру Рассказать что-нибудь И найдутся люди Которым близка Твоя одиночество Близко Твое одиночество Которым близки Твои мысли И ты уже поймешь Что ты не одинок Каждому человеку Есть что рассказать И у каждого человека Есть мысли Которыми он не готов Поделиться С первым встречным Но у него есть Ну и со мной Может быть Может быть мне никогда Не пригодится Эта учеба Но это техническая специальность У меня будет Потому что я в принципе Экономист Как бы Ну такая Немного у меня Гуманитарная направленность Моего образования И опыт работы В принципе тоже Ну вот сейчас У меня будет еще И техническая специальность Тогда я буду Подкован с двух сторон И еще и на юриста Я учился Но Это все фигня Заправил почти полный бак Цена уже на 92 Он 34,20 У нас Ну 34 34,95 Я видел на Лукойле По-моему Ну почти 35 34,20 На башне В Китгазпроме Тоже 34 Там с чем-то Цены уже выросли Ну и наверняка Выроснут еще Все Я доехал И я рад Ладно Девчонки, пацаны Всем спасибо Что смотрели Давайте До нового видоса Ну и всем удачи Обязательно Сейчас поеду На учебу Интересно Интересно Хорошо Хоть какое-то развитие Я вообще любитель Попрочаться А потом Три день Кстати прикольно Вот сейчас я когда За электротехникой Сидел Как бы втыкал Здорово у меня Освежались в памяти Большие знания По физике По электротехнике По той же И некоторые новые вещи Я для себя изучал Блин Вода закончилась Я кстати уже Заливаю воду Вместо этого Замерзать И нормально Блин Еще камень Прилетел по стеклу Не хватало К моей паутине Еще Еще трещин Ну прикольно Ощущать Как твои мозги Начинают работать Они как-то Немного нагреваются Даже Ты чувствуешь Как они у тебя Ну это круто Круто качать Тело Круто качать мозги Ладно Давайте Всем пока Буду въезжать В город Ну и заниматься Делишки